Амигренин – противомигренозный препарат. Клинический эффект отмечается через 30 минут после перорального приема препарата. Показания. Амигренин применяется для купирования острых приступов мигрени. Способ применения и дозы. Амигренин не предназначен для применения с целью профилактики. Взрослым назначают в разовой дозе 50 мг, в некоторых случаях 100 мг. Максимальная суточная доза составляет 300 мг. Если симптомы мигрени не исчезают и не уменьшаются после приема первой дозы амигренина, то препарат следует назначать повторно для купирования продолжающегося приступа. Если симптомы уменьшились или прошли, а затем возобновились, можно принять вторую дозу в течение следующих 24 часов. Интервал между приемами препарата должен составлять не менее двух часов. Противопоказания. Гемиплегическая, базилярная и офтальмоплегическая форма мигрени. Ишемическая болезнь сердца, в том числе стенокардия. Акклезионные заболевания периферических артерий. Неконтролируемая артериальная гипертензия. Инсульт или переходящее нарушение мозгового кровообращения, в том числе в анамнезе. Выраженные нарушения функции печени. Одновременный прием препаратов, содержащих эрготомин или его производные. Одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы. И период до 14 дней после их отмены. Беременность. Период лактации, грудного вскармливания. Возраст пациентов до 18 лет и старше 65 лет. Повышенная чувствительность к препарату. Особые указания. С осторожностью следует назначать суматриптан при эпилепсии, в том числе при любых состояниях со снижением порога судорожной готовности, а также пациентам с контролируемой артериальной гипертензией. При назначении омигренина пациентам с первые выявленной мигренью или при мигрении, протекающей с атипичными симптомами, следует исключить другие потенциально опасные неврологические заболевания. Необходимо иметь в виду, что у пациентов с мигренью существует риск развития цереброваскулярных осложнений, в том числе инсульта или переходящих нарушений мозгового кровообращения. Препарат не следует назначать пациентам, относящимся к группе риска развития патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, при спредварительного обследования с целью исключения заболевания. Первые 2-3 приема препарата следует проводить под наблюдением врача, так как возможен спазм коронарных артерий. На фоне терапии с умотрептаном возможно развитие сонливости. Поэтому в период применения препарата пациентам следует с особой осторожностью управлять автомобилем и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой скорости психомоторных реакций. Побочные действия. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Гиперемия кожи и слизистых оболочек. Артериальная гипотензия. Тахикардия. Ощущение сердцебиения. Приступ стенокардии. Транзиторное повышение артериального давления. Переходящее изменение КГ и шимического типа. Брадикардия. В единичных случаях появление синдрома Рейно. Со стороны центральной нервной системы. Головокружение. Слабость. Сонливость. Чувство усталости. Нарушение зрения. Диплопия. Скотома. Снижение остроты зрения. Со стороны пищеварительной системы. Ощущение дискомфорта в животе. Дисфагия. Тошнота. Рвота. Редко и шимический колит. Повышение активности ферментов печени. Аллергические реакции. Сыпь. Зуд. Эритема. Крапивница. Анофилоксия. Прочие. Возможно ощущение покалывания. Тепла. Тяжести. Давление или сжатие в различных частях тела. Миалгия. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от цвета месте. Срок годности 2 года.